так ребята всем еще раз здравствуйте на нашем канале мы всех рады вас видеть так что не забудьте подписаться поставить нам лайк ой ребята сегодня мы поговорим на такую важную тему изменения правил от джоб-центра для беженцев из украины значит так правило начинается с 1 июля 2023 года анечка пожалуйста подскажи свой пароль чтобы я начала людям вещать какие же правила джоб-центра нам итак ребята я вам сейчас продиктую правила которые джоб-центр изменяет с 1 июля с 1 июля 2023 года и по чуть-чуть вам расшифрую что они же нам вещают давайте начнем с 1 07 для получателя социальных пособий это беженцы с украины изменено правило доступности по месту жительства и так раньше не уведомив центр занятости вы могли отсутствовать выходные и праздничные дни также в случае отсутствия без предупреждения вы отменили платежи чисто на время отсутствия и так что же это может значить доступность по месту жительства является одним из обязательных условий стойте ребята конкретно я не знаю почему я меня просто я извиняюсь повторю еще раз с 1 07 правило ужить ужесточается что это значит доступность по месту жительства является одним из обязательных условий для получать нас для ну для получения социальных выплат это означает что вы находитесь в своем городе проживания и центр занятости может связаться с вами в любое время вот так ушки ребятушки а как вы думали теперь нужно если вы хотите да допустим девчонки вот так вы собрались там поехать рядышком там пять десять километров 20 километров какой-то рядом городок там ваша подруга знакомые родственники вы не предупредили джоп-центр сейчас это все проверяется нужно даже если вы едете на один день даже если вы вернетесь в этот же день домой мы вы должны предупредить джоп-центр обязательно итак ребята продолжаем второе правило читаю вам слух суббота теперь также включена в дни доступности что же это означает это означает что даже если вы путешествуете только по выходным вам придется уйдомлять об этом центр занятости вот так вот до чего даже если мы не понимаем как это вообще возможно почему будние дни выходные дни теперь нужно предупреждать джоп-центр я до сих пор не понимаешь чем это может быть связано но такие правила как-то не странно очень с первого часа вот я не до сих пор у меня вот напишите ваши комментарии почему будние дни ладно да гуни дня ну почему субботу нужно предупреждать ну я не понимаю немножко странно да там магазин выйти тоже но я же говорю выйду я в магазин придет там кто-то а вдруг да с жоп-центром ну там один процент на миллион а вдруг это мы будем типа придут а нас нет дома типа извините а где вы были там мы вам отнимем там пособие либо штраф я не за так это в ящика письма закинул вас не было ну я тоже не понимаю как это суббота вы должны быть дома ну блин это выходной день и даже у нас в городе куда-то пара конечно нужно теперь дома сидеть я не понимаю ну типа это что-то странное дальше отсутствие проездного без предупреждения приведет полной потери социальных выплат страховки жилья походу проездного когда едешь просто человек штраф заплатит то тоже не катит да они уточняют что отсутствие проездного без предупреждения без предупреждения как это не знаю и еще страховки и потери жилья как это вообще возможно раньше кстати оплачивать жилье и страховка ну сейчас они говорят что они будут отбирать пособие типа и все социальную выплату и страховку и жилье как это вообще возможно ну все возможно понятно но это я не понимаю как можно убирать все и выплаты и жилье зачем тогда но я извиняюсь но я скажу зачем это было принимать людей типа что потом их выгонять ну да просто из-за того что кто-то например поехал в гости в другой город там знакомый да дальше платежи выше в случае отсутствия аннулируется полностью а не только на время отсутствия смысле ну как это так я не знаю что за бред честно но это очень странно что если они держат контроль контроль конкретно надо не будут успевать обрабатывать не сложили ли будут им присылать письма куда они едут за кого не едут может им скучно я не знаю видимо сейчас лето и многие собираются куда-то ну скорее еще думаю может многие кто накатал на украинских беженцев я думаю что многие есть говорящие люди которые может ходили уже есть за путешествие может это есть ходил джо-центр много вы на кого говорили это писали там заявления какие-то и может из-за этого джо-центр решил у законе такие законы можно так сказать серьезный причем быть дома по субботам ребята вы же представляете будние дни это понятно само собой но будьте пожалуйста вот субботу нет вас дома мы будем убирать у вас посуды ну классно ничего не сказать так отсутствие по месту жительства должно быть заранее согласовано с центром занятости отсутствие так что вот ребята надо всегда теперь предупреждать куда бы вы не ехали предупреждаете а я вот типа без разницы я буду в этом же городе но буду много времени проводить в этом же городе что дальше и не подумаешь на куда-то в бассейн с тобой пойдем на целый день у нас не будет еще теперь я не понимаю этого отсутствие без разрешения является нарушением закона социал штунг штунг бетрух бетрух и может наказываться наказываться лишением свободы на срок до пяти лет слушай нас а например вот без разрешения не задам их идет например я в понедельник отослала ему письмо что и мне нужно будет выехать там своей родственницы которая живет за 70 километров от меня и когда мне придет ответ когда если письма обрабатывается до двух недель когда я вам же до двух детей не когда придет это одобрение это же вообще нелогично просто я просто не понимаю зачем музыка не вот такие запросы система работает медленно приема и обработки писем почему все так тогда ничего надо достучаться не это вообще как-то нелогично прямо разом я тоже этого не понимаю я не знаю для чего они установили такие вот законы с первого числа для чего чтобы всех побыстрее отправить домой я так думаю что так но как смысле нет но они же требуют чтобы люди в них изучали решили работать потому что хотят чтобы рабочая сила была ой так что такие ребята вот дела кстати тут еще написано знаешь что они разрешают до трех недель вот свободы от работы учеб учебы время отдельно и было для особых нужно лечение и так далее какие-то на общественной работы находиться в отпуске ну на 20 дней на 20 отпуск это так переводит переводчик до отсутствие без разрешения является нарушением закона то как и его можно оказывать лишение свободе на срок до 5 лет кстати говоря мы тоже знаем таких людей которые ездили без предупреждения в украину это я считаю вообще ненормально вот может быть из-за этого они это все и устроили уже сточили правила из-за того что многие пользовались таким своим каким-то вариантом и не предупреждать о своем уезде джоп-центр как переводчик плохо перевел сейчас ребята прочитаю может неправильно потому что напомню что уголовное наказание большинство случаев сводит на нет возможность продления легального пребывания это надо без запятой читать нет просто на нет как-то ну на нет то есть ты не можешь тут остаться ли вам понятно ну вот там запятых да нет поэтому неправильно прочитал там нет запятых что переводчик это перевод в принципе все но как бы тоже пока происходит все знают что депортировать в принципе не могут они 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 не они ужесточили эти правила но я не могу понять все равно это будет единственный может какой-то процент что джоп-центр будет проверять это его так сколько времени еще раз повторюсь сколько времени должно занять у центра занятости проверка писем это сколько людей будет писать куда сейчас лето каникулы во всех этих школах где языковые курсы сейчас у всех каникулы билет за 49 евро для чего они создали эти билеты не то что для беженцы тоже допускают ездить логично что это вообще все как-то нелогично я тоже не могу понять вот напишите ребята может там беженцы нас смотрят с украины и спросите у своих операторов да может они конкретно знают какую-то точную информацию но вот джоп-центр все это сайта нам скидали это правда это правда это да это мы не придумали там взяли где-то знать какой-то группы не это правда и вот мы немножко удивляемся что джоп-центр решил такие узаконить какие-то законы свои правила для беженца немножко странные реально это выглядит очень странно можно сказать одно пожалуйста соблюдайте это потому что могут быть плохие последствия надо все соблюдать и все делать по правилам хоть они нам конечно и не совсем понятны ну и да я же говорю меня самое больше удивляет суббота я до сих пор так и ребята в шоке и нахожусь от этого так что может кто-то знает напишите в комментариях вот мне интересно будет ваше мнение может вы знаете конкретно что-то напишите так что такие дела ребята будем я пока что на это прощаться ставьте лайк подписывайтесь на нас пишите комментарии ждем ваши комментарии всем пока